Главной новостью недели стало распространение коронавируса. Еще его называют китайской пневмонией или чумой 2020 года. Жертвами болезни по всему миру стали больше 200 человек. По последним сводкам заражены более 9 тысяч. С каждым днем новости о распространении болезни пугают все больше, а домыслы, которые возводят на фактах, еще сильнее. Коронавирус вышел за пределы Китая. Заболевшие есть уже и в курортных странах, таких как Таиланд и Вьетнам, а еще в Европе и Канаде. Всего 15 государств. Информация в интернете и на телевидении распространяется быстрее самого вируса. Всемирная организация здравоохранения уже признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Тревожную обстановку подтверждают и югорчане, которые сейчас находятся в местах распространения вируса. Во Вьетнаме мы находимся уже неделю. По началу отпуска было очень много китайцев, но с каждым днем сейчас становится все меньше и меньше. На улицах города продают маски, маски разбирают пачками. Все китайцы, даже уже русские, ходят в масках. К слову, туристам, которые только собираются поехать в опасный регион, могут вернуть деньги за путевку. В России нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом. Однако все медицинские службы приведены в повышенную готовность. В аэропортах Югры медики встречают международные рейсы. Прямого сообщения из Китая в Югум нет, но специалисты Роспотребнадзора осматривают пассажиров, которые прибывают из других азиатских стран. Кроме того, жители Югры уезжают и возвращаются из КНР через другие регионы России. На них также санитарные специалисты обращают пристальное внимание. Чаще всего вирус поражает людей старше 60-ти. Как правило, люди с ослабленным иммунитетом. Медики рекомендуют соблюдать элементарные правила личной гигиены, чаще мыть руки и пользоваться специальными антисептическими средствами. А также держаться подальше от чихающих и кашляющих людей. В целом же поводов для паники у югорчан нет. Ответственные службы региона работают на опережение. Мы сегодня договорились о создании аналога федерального штаба оперативно у нас на территории автономного округа. Этот штаб возглавлю я. А штаб – это тот орган, который будет оперативно контролировать ситуацию, координировать работу, принимать решения о необходимости проведения СПЭД и так далее. Вопросы данные, как я уже сказал, находятся на контроле правительства Российской Федерации. Система здравоохранения округа готова к оказанию помощи пациентам инфекционного профиля с самыми разными заболеваниями. В том числе, если пациенты с той инфекцией, о которой мы говорим, они тоже в округе вдруг появятся. Несмотря на все тот объем серьезных мер, которые направлены именно на недопущение завоза инфекции страну. В округе у нас инфекционных коек более 700. При необходимости мы готовы развернуть дополнительные реанимационные коеки, почти полтысячи реанимационных коек.